Почему некоторые из нас так любят планировать? Во-первых, это помогает нам представить, что случится в будущем, и мы живем в предвкушении этого. Во-вторых, это помогает нам достичь большего за оставшееся время. Наше время ограничено, а так мы более сфокусированы на приоритетных вещах. В-третьих, некоторым просто нравится планировать. В-четвертых, некоторым из нас кажется, что так мы имеем больше контроля над нашей судьбой. Нам кажется, что так мы сами делаем выбор, а не прогибаемся под кого-то. А почему некоторые люди ненавидят планировать? Одни боятся, что их планы не состоятся. Другие боятся подотчетности, которая следует за планированием, а это обременительно. Третьи боятся, что план будет ограничивать их. Они хотят свободы и возможности делать то, чего им хочется на данный момент. Четвертые боятся, что их планы ограничат работу Святого Духа. Для них планирование — это всего лишь человеческое действие, мешающее их чувствительности водительству Духа. А что же Бог думает о планировании? Основная мысль этой проповеди в том, что мы должны планировать. Вопрос только в том, как. Что об этом сказано в притчах? Первый пункт. Помните, что у Бога есть суверенный план. Притчи 16.1. Человек строит планы, а ответ языка — от Господа. Притча 16.9. Человек обдумывает свой путь, но Господь направляет его шаги. Притча 19.21. Много замыслов в сердце человека, но исполнится только намерение Господа. В этих стихах слово «планы» означает «представлять», аккуратно расставлять все по порядку и разрабатывать стратегию для действий. К сожалению, некоторые понимают эти притчи так, «Если мы будем планировать, Бог будет рушить наши планы». Несколько лет назад я проводил венчание для одной женщины, которая запланировала свою свадьбу в августе на ту дату, когда была наименьшая вероятность дождя, потому что свадьба должна была проходить на улице. Случилось так, что тот день был единственным днем в августе того года, когда шел дождь. Кто-то может сказать, видите, нет смысла что-то планировать, но цель прочитанных нами притч не в том, чтобы отговорить людей от планирования, а в том, чтобы воодушевить нас жить с определенной перспективой. Мы можем и должны планировать, но мы также не должны забывать, что Бог решает, что именно состоится в соответствии с Его вечной целью. Это понимание приведет нас к срочному осознанию собственных ограничений, самонадеянно и даже опасно думать, что мы знаем, куда приведет нас жизнь. Притча 27.1. Не хватайся завтрашним днем. Ты ведь не знаешь, что день принесет. Завтрашний день означает наше ближайшее будущее. Если наше ближайшее будущее находится не под нашим контролем, то что уж говорить о далеком будущем, то есть мы не должны быть слишком уверены в своем будущем. Последнее и самое обоснованное слово, за Богом, мы обманываемся, если думаем, что можем принести свою волю в любую ситуацию и сделать ее реальностью. Помните Винадада, царя Сирии? Он собрал свою огромную армию, чтобы атаковать маленькое северное царство Израиля. К нему присоединились еще 32 царя. Он хвастался, что запросто разобьет израильтян. А царь Израиля, Ахав, ответил ему пословице. Воин, надевающий доспехи, не должен хвастать, как тот, кто их снимает после победы. Иными словами, хвастаться нужно после сражения, а не до него. Бог вмешался, и израильская армия полностью разбила сирийцев. Наша культура часто толкает нас на одну из двух крайностей. С одной стороны, это мир, в котором мы имеем полную свободу для определения нашей судьбы. С другой стороны, это мир, где наша судьба полностью предрешена. Нас в Америке учат тому, что мы сами творим свое будущее. Наша судьба зависит от наших решений. Мы действительно хотим, чтобы Вселенная зависела от наших немудрых решений. Мы же настолько ограничены в нашем понимании. Хотим ли мы, чтобы наша судьба определялась плохим решением, принятым в 15, 25, 35 или 45? В других частях света верят, что все в жизни уже предопределено фатумом. Хотим ли мы жить в таком мире, где у нас нет свободной воли, никакого права решать или менять что-то? Бог в своей мудрости совмещает свой суверенный план для всего в этом мире и нашу человеческую свободу. Во-вторых, мы должны планировать в свете Божьей мудрости. А вот и предостережение. Притча 16, 2. Все пути человека пред глазами его чисты, но Господь оценивает побуждение. Побуждение — это наши мотивы. Мы, люди, склонны думать, что наши пути правильны. Да, это так. Мы склонны оправдывать наши мысли и поступки. Но поскольку мы легко можем обмануть самих себя, наше восприятие себя должно взвешиваться в свете Божьего восприятия. Бритчи 16, 25. Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его — пути смерти. Путь, который может казаться правильным, может привести к смертельным последствиям. Он кажется прямым и легким. Но на самом деле он извилист и ведет к смерти. Иисус в Своей нагорной проповеди рассказал о широком и легком пути, ведущем к смерти. Безопасность и направление пути не всегда такие, какими кажутся. Мы можем легко обмануться, и поэтому нам нужен Бог, который будет разбирать наши мотивы и оценивать наш путь. Притчи 29, 18. «Где нет откровения выше, народ распоясывается, но блажен тот, кто хранит закон». Под словом «откровение» имеется в виду личное переживание Бога. Некоторые комментаторы считают, что речь идет как о законе Моисея, так и о пророчествах. Известная нам воля Божья дает видение для жизни и оскорб для принятия решений. «Знающие волю Божью и следующие ей по истине благословенны и счастливы». Тут сказано, что без этих знаний люди распоясываются, следуют анархии и становятся дикими. Так они оказываются в отчаянном положении. И только всезнающий и мудрый Бог знает истинный путь, ведущий к жизни. Это за пределами нашего понимания. Мы все зависим от Бога, так как только Он может открыть нам прямой путь. Запомните две вещи. Во-первых, в наши дни просто необходимо понимать Божий мудрый и окончательный план, историю, которую Он пишет от самого начала сотворения до грехопадения, до первого пришествия Христа и до второго пришествия Христа. Нам нужно понимать ценности и приоритеты Бога. Нам нужно понимать, куда движется история, а затем планировать в свете этой истории. В марте 2020 года, когда начался локдаун, все планы нашей Церкви изменились за одну ночь. Нам пришлось пересмотреть философию нашей Церкви, наше видение, миссию и ценности и спросить себя, насколько все это актуально. И мы пришли к выводу, что сейчас это еще более актуально, чем когда-либо. Нам лишь нужно жить в этом еще полнее. Почему это все еще актуально? Философия нашей Церкви остается актуальной, потому что она основана на Библии, на Божьем видении и на Его миссии для Церкви. Нам лишь нужно было изменить наши методы, перейти в онлайн-режим и делать почти все виртуально. Божья мудрость актуальна и устойчива в любое время. Если вы хотите увеличить свое понимание Библии, то записывайтесь на курс Дискавери или в библейскую школу нашей Церкви. Во-вторых, в наши дни крайне необходимо иметь живые отношения с Богом, знать Его и ходить с Ним, но об этом чуть позже. А сейчас давайте вспомним о том, что нам нужно полностью подчинить нашу жизнь Божьей мудрости. Притча 16.3. «Веряй свое дело Господу и осуществиться задуманное тобой». Слово «веряй» означает «погнуться к Богу». Смысл не в том, чтобы мы подчинили все свои планы Богу или молились о том, чтобы Он благословил наши планы. Все начинается с полного доверия Богу. Мы просим Бога дать Его мудрости для жизни, Его взгляд на ситуацию, Его планы и приоритеты. Мы изучаем Его Слово, развивая с Ним глубокие отношения, а затем планируем в соответствии с этим, признавая Его суверенность над всем. Наша уверенность основывается не на знании будущего или на нашем мудром планировании, а на Божьей суверенности над всем вокруг. Если мы живем так, то становимся все мудрее и мудрее. Это путешествие длиной в жизнь. Возможно, вас расстраивает эта мысль. Вам не нужен долгосрочный план роста. Вам нужно откровение здесь и сейчас. Вы хотите знать, где учиться, на ком жениться, какой дом купить, какую работу выбрать. Бог может дать нам конкретные инструкции в Духе для данного момента. Но он больше заинтересован в том, чтобы сделать из нас мудрых людей. Сатана с радостью даст нам быстрые советы в гороскопах, через карты Таро или Гадалов. И он совсем не заинтересован в том, чтобы мы стали мудрыми. Но Бог желает для нас куда большего. Он имеет большой и вмещающий в себя план для нас. Бог больше хочет, чтобы мы стали мудрыми, чем давать нам конкретные инструкции для каждой отдельной ситуации. Почему? Потому что мудрость основана на отношениях, доверия с Ним. Причи 9.10. Страх перед Господом — начало мудрости и познание святого. Разум. Мудрость — это знание Бога и быть опытным в Его путях. Бог приготовил для нас путь обучения и формирования в Его образ. Мы учимся смотреть на все так, как смотрит Он, и становимся мудрыми. Если Божья мудрость стала частью нас, то мы в силах справляться загадочными, непонятными и неожиданными вопросами. А это ведет нас к третьему пункту. Помните, что Бог может использовать неожиданное для Своих целей. Давид рассказал о своем плане построить храм Богу, своему другу, пророку Нафану. Но Бог сказал Нафану, что он не хочет, чтобы Давид строил ему храм. А еще он сказал, что храм построит один из сыновей Давида. Давид подчинился слову Господа и потратил остаток своей жизни на подготовку всего необходимого для постройки храма его сына. Осознание Божьей суверенности и собственной ограниченности привело Давида к повиновению и состоянию мира и покоя. Когда его якобы хорошие планы изменились, он принял Божий более глубокий план. Любопытно, что именно в этой ситуации Бог принял решение, что род Давида останется на престоле в Иудее. Как мы говорили несколько недель назад, смирение ставит Бога выше нас, а Его планы выше наших. Нам нужно рассмотреть еще кое-что. В притчах 16.4 Господь создал все для своей цели, даже злодея, на день беды. Иногда мы не хотим планировать, потому что нам кажется, что наша жизнь вне нашего контроля или что зло всегда побеждает. Возможно, вы думаете, как я могу что-то планировать. Сегодня все повернулось с ног на голову. Ковид, аномальная жара, весны и пожары. Как я могу что-то планировать, когда жизнь настолько неопределенная, а будь кажется таким извилистым? Возможно, вам поможет, если вы вспомните опыт еврейского народа в изгнании. Вавилоняне увели их в плен. Новая земля, новая культура, новый язык, их мир перевернулся. Но что же Бог сказал им? Ведь я знаю мои намерения о вас, возмущая к Господь, намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. Елимия 29.11. Бог призывает их сажать сады, заводить семьи, строить дома и искать богатство тех городов. Это призыв к тому, чтобы довериться Богу, положиться на Него и планировать. Бог может даже использовать зло для своих целей. Помните историю Иосифа? Ему снили сны о величии. Он был любимчиком своего отца. Из зависти и злости брате продали его в рабство в Египет. И хотя он верно служил Патифару, его несправедливо бросили в тюрьму. Он был забыт всеми. И казалось, что план Бога на его жизнь закончился. Но на самом деле Бог следовал своей цели. Горделивому Иосифу нужно было смириться. У Бога был план сделать его лидером Египта. И если бы Иосиф не был продан в Египет, то со временем все израильтяне пострадали бы от голода. Иосиф жил так, как сказано в притчах 3.5 и 3.6. Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум, познавая его во всех своих путях. И стези Твои он сделает ровными. Бог не удивился ковиду, лесным пожарам, выборам в парламент или моральным проблемам нашего времени. Он суверенно управляет историей. Учитывая неопределенность нашего времени, нам приходится менять планы на отпуск, на учебу или на карьеру и так далее. Но нам очень важно понимать Божий большой план и какова наша роль в этом плане, какие у Бога приоритеты, какими должны быть ученики Иисуса в наше время. Об этом мы поговорим осенью. А сейчас нам нужно знать еще одну вещь. Итак, номер четыре. Помните, что Бог ненавидит злые планы. Кто-то думает, что способность Бога использовать злого блага оправдывает злые действия. Как раз наоборот. В притчах шесть перечислены вещи, которые Бог ненавидит. И среди них сердце, что вынашивает нечестивые замыслы, ноги, что скоро бежать к злу. Бог может использовать злого блага, но Он ненавидит нечестивые планы. Он противостоит им. Мы знаем, что во время предвыборных кампаний идет манипуляция информации. Это проделки политических соперников. Притчи 12-20. В сердцах злоумышленников обман, а радость у миротворцев. Злые планы всегда ведут к дезориентации общества. Злоумышленники приносят вред себе и другим. Злоумышленники могут даже победить выбор, но им всегда будет чего-то не хватать, а именно радости. Люди с хорошими планами всегда имеют Божью любовь и благодать, благость и верность отношения с Богом и Его людьми. Они находятся на пути жизни. Притчи 14-22. Разве умышляющие зло не сбили с пути, а те, чьи намерения добры, находят любовь и верность? Не мудро менять мир, добро, радость, любовь и верность Бога на кратковременную победу. Мудрое планирование всегда учитывает суверенный план Бога, Его мудрость и Его благочестивый исход и используют только честные, справедливые и добрые стратегии. И если мы будем работать так, то сюда сразу же напрашивается пятый пункт. Планируйте с хорошими советами от мудрых людей. Нам нужны мудрые советы от мудрых людей, утвержденных в Слове Божьем. Притчи 20-18. Строй замыслы, обсуждая их с другими. Если ведешь войну, ищи мудрого совета. Слово совет подразумевает такой образ. Капитан корабля управляет кораблем в бушующем море с помощью веревок. Веревки поднимали или опускали паруса. Всем нам нужна помощь для планирования в новом сезоне жизни, в новых океанах с новыми и неожиданными жизненными штормами. Так как же нам получить навигационную систему от Бога? Притчи 24 с 3 по 6 Мудростью строится дом и разумом утверждается. Знание наполняет его комнаты дорогим и красивым добром. Мудрый человек силен и тот, кто сведущ, увеличивает свою силу «Ведь чтобы воевать, тебе нужен мудрый совет и для победы много советников». В этих стихах слова «мудрость», «разум» и «знание» используются как синонимы. Для того, чтобы построить дом, заложить крепкое основание и наполнить его комнаты вещами для конкретных целей, вам нужно иметь Божье видение на жизнь. Дом в этом случае может означать обычный дом или семью. Но эти слова можно применить к любой сфере жизни, построению отношений, брака, карьеры, бизнеса, церкви, страны и так далее. Для строительства требуется глубокое понимание. Вернемся к истории о девушке, которая планировала сыграть свадьбу на открытом воздухе в солнечный августовский день. Бог был больше заинтересован в крепком основании ее брака и семьи, чем в безоблачной свадьбе. В притчах 3 сказано, что Бог создал все вокруг своей безграничной мудростью, и мы должны быть такими, как Он. Микрокосмос наших семей должен быть построен так же, как Бог построил макрокосмос всей Вселенной. Понятно, что ни у кого нет всей этой мудрости, ни у кого нет столько жизненного опыта, чтобы сразу построить хорошо. Поэтому нам нужны мудрые советники. Их мудрость дает нам силу и стратегии для разных дел и приведет нас к победе. Притчи 11.14. При недостатке мудрого руководства народ падает, а много советников обеспечивают победу. Любопытно, что нигде в притчах не сказано об одном советнике. Их всегда много. Группа советников компенсирует невежество, недостатки и ограничения одного человека. В нашей жизни должен говорить больше, чем один голос, чтобы мы могли правильно управлять своей жизнью. Недавно меня пригласили в совет одной христианской организации. Многие люди советовали мне согласиться на это. Я помолился об этом, и, учитывая мой жизненный опыт и служительский опыт, решил, что могу быть им полезен. Затем я пришел с этой идеей к нашим старейшинам. И за пять минут они показали мне, что это не очень хорошая идея для меня и для церкви. Они оказались правы. Для построения церкви нужно много советников. Вот почему все служения в нашей церкви возглавляются командами лидеров. Нам нужны мудрые советы людей, ходящих с Богом. Вот почему всем нам нужно ходить на домашние группы, на наставничество и общаться с людьми, которые знают, как плыть по жизни. И если мы будем открыты, то получим совет, который описан в этой притче. Притчи 24-27. Заверши работу на улице, приведи в порядок свои поля, а потом можешь строить свой дом. Что это значит для нас с вами? Понятно, что эти притчи были написаны в сельскохозяйственном обществе. Но зачем нам приводить в порядок поля и только потом строить себе дом? Суть притчи в том, что вначале нужно установить источник дохода или средства для жизни, а уже потом вкладывать в строительство дома. Строительство дома поглощает наши доходы. Мы хорошо это понимаем. Не берите ипотеку, если у вас нет доходов, чтобы ее выплачивать. Не берите кредит на обучение, если не знаете, как будете его выплачивать. Не участвуйте ни в каком важном проекте без молитвы, планирования и подготовки. Мудрое планирование очень важно для выживания и благополучной жизни города, страны, семьи или церкви. планирование требует понимания Божьих путей и принятия Его слов для нас на это время. Иногда мы оказываемся на распутии, и нам нужен совет со стороны, чтобы принять решение. Лет 10 назад я пытался понять, в каком направлении ведет меня Бог. Слава Богу, у меня была команда, которая работала со мной многие годы. Кто-то 10, а кто-то даже 25 лет. И мы решили поучаствовать в одной программе, чтобы определить, как именно Бог использует нас, какие у нас дары, и куда Бог хочет навести нас. Для меня лично это было своевременное слово, полученное от Бога и от Его людей. А кто сопровождает вас по жизни? В какой фазе жизни для хорошего планирования требуется Божья мудрость и осознание Его суверенного плана, а также понимание Его записанного слова и советы Его последователей. В нашем планировании мы никогда не использовали нечестивые методы или подходы, чтобы достичь благих целей. Мы во всем подчинялись Богу. Он наше основание. И пункт номер 6. Мы планируем с Духом. Что? Разве это не противоречит всему, что я только что рассказывал? Нет. Слово и Дух всегда идут вместе. Да, Писание говорит о том, чтобы мы становились мудрыми, погружаясь в Слово Божье и получая Божий взгляд на вещи. Но мы должны помнить, кто дает нам способность принимать эту мудрость. Это Дух Божий. Прочту вам несколько мест Писания. Иисус сказал своим первым ученикам в Иоанна 14, 26. Заступник же, Святой Дух, которого Отец пошлет вам во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем Я говорил. Если мы последователи Иисуса, то Дух Святой обитает в нас и учит нас Божьей мудрости. Если мы получили Духа, то мы получили разум Христа. Задумайтесь над этим. В 1 Коринфянам 2, 10 Павел говорит о мудрости, полученной от Духа Божьего. Дух проникает во все глубины при мудрости Божьей. Мы же получили не Дух этого мира, а Дух от Бога, чтобы нам понять все, дарованное нам Богом. Духовный же человек может судить обо всем, тогда как о нем никакой человек судить не может, потому что кто постиг разум Господа, чтобы советовать Ему. Мы же имеем разум Христов. Иисус, мудрость Божья, обитает в нас Своим Духом. Дух помогает нам понимать Писание и постигать Бога и Его путь. А еще Он даровал нам разум Христов, Божьи мысли, которые выше наших. Как говорил Павел, во Христе сокрыты все сокровища знания и мудрости. Колоссянам 2.3 Он дает нам способность планировать мудро. Какая у нас хорошая новость. Бог хочет, чтобы мы стали мудрыми. Он дал нам Свое Слово. Мы можем знать Его суверенный план. Он дал нам помощь Своих людей. Мы можем общаться с мудрыми людьми. Он дал нам Свой Дух, который будет вести нас на каждом шагу. И мы можем планировать, несмотря на обстоятельства, с верой и радостью.